тупо про жарочки господа на таких великим он грамм кайф сейчас опять скажу что мы чашки капает капает приветствую друзья рад приветствовать на канале аму кучинара меня зовут николай у нас сегодня опять стейки потому что стейки это ваша самая любимая я решил подобрать топ-3 моих самых любимых стейков и приготовить их тремя разными способами чтобы вы тоже понимали могли если что попробовать продегустировать как вам вообще больше нравится и как вкуснее на ваш взгляд 3 стейка 2 премиальных один альтернативный самый наверное мой любимый стейк это стрип лоин тонкий край со спинки бычка обязательно категории prime на втором наверное месте это тамагава чих тамагава любят все ну как можно не любить такой вот огромный курсман мясо это по моему мечта каждого мужика особенно есть его надо с кости вот так вот прям кусая и взял один стейк альтернативный который на мой взгляд кажется мне самым самым вкусным самым съедобным из альтернативы это стейк денвер выбирал максимально мраморный ну прям красивый красивый и по цвету красивые по мраморности готовить будем тремя способами денвер пожарим как обычно триплой сделаем на сковородке со сливочным маслом розмаринчиком киньяном и чесночком а тамагава мы делаем методом обратной прожарки обратная прожарка это когда сначала мы доведем его до температуры 45-50 градусов а потом его быстро обжарим на больших угля погнали готовить берем томагава чик подготавливаем гриль на максимально минимальную температуру просто посмотри лег сколько там угля там угля практически нет вообще то есть температуру где-то 120 110 градусов наша задача какая положить сюда кусок мяса воткнуть него и гриль и ждать когда он наберет температуру ну чтобы он уже был съедобным прямо в центр центр куска воткнем в это чудное устройство об температура фаренгейты 50 фаренгейтов надо сейчас подключиться к нему и прошить его на эти цельсии с этим куском пока закончили минут 20-25-30 нам понадобится чтобы стейк прогрелся подушке сверху снизу открыты давай займемся остальными 2 денвера мы просто пожарим я думаю что прям сейчас и пожарим потому что съемочная группа целый день сегодня голодная пойдем грилю гриле у нас будет другой синенький все как обычно 50 на 50 с одной стороны уголь другой стороны угля нету выкладываем по диагонали чтобы получились красивые узорчики решетка шипит стейки довольно тонкие минутки по 2 на с каждой стороны и готово теперь переворачиваем их по диагонали на 180 градусов чтобы получилась красивая решетка так стейки я проглаживаю чтобы он полностью соприкоснулся с решеткой ух-ух-ух полторы минуты с каждой стороны делаем крест-накрест вот такие решетки это дает плюс 500 ко вкусу минимум все забираем на решетку стейкам нужно дать немножечко отдохнуть но если вы находитесь на улице как я в данный момент а друзья находятся ваши рядом с грилем вместе с вами ждать ну сколько ждать 30 метр 30 секунд минутку ждать потом режем и сразу же употребляем стейк должен быть горячий и максимально близко к огню солить и перчить не обязательно сверху можно просто насыпать кучку специй рядышком потом кусочками просто сюда макать и наслаждаться пока дэнвер у нас отдыхает я поставлю свою чугунную сковородку в гриль чтобы она хорошенечко прогрелась саши сковородку стоит дороже чем гриль на 50 процентов примерно но я уверен что она достанется моим внукам градусов 50 наверно внутри сейчас посмотрим обязательно скажем мое фирменное ой 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 что по прожарочке господа на такие прожарочка топчик и вот так вот берем кусочек немножечко его макаем специи белисимо может топ хоть я не очень люблю стейки они тебе просто надоели на ними просто надоели но он нежный скажи вообще там хочется просто нежнятина не просто я реально выбрал в магазине самый мраморный кусок из всех дэнверов которые там лежали он прям тает во рту теперь второй стейк второй стейк будем делать на сковородочке немножечко промаслим его можно конечно масло насыпать на сковородку но лучше его намазать просто стоит так стейки промазали теперь пойдем отнесем их сковородку сковородочка должна очень хорошо прогреться главное отличие стейка на сковородке от стейка на решетке то что на сковородке будет полностью зажаренная корочка а когда шкорочка полностью зажаренная стоит гораздо вкуснее слышите как шкорчит примерно через две минутки попробую оторвать если вот он двигается значит он отрывается если он не отрывается то пускай лежит пока не пригорит оооо вот этот цвет так пару зубчиков чеснока такие большие дольчики порежем возьмем розмаринчик и тимьянчик три веточки одного пару веточек другого так возьмем сливочное маслице и пойдем положим все это дело сковородку оооо ооо 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 немножечко стартов пришкварим сковородку двигаем сковородку двигаем с угля кладем сливочное маслице тимьянчик розмаринчик чесночок это уже делаем в самом конце когда у нас сковородка на непрямом жару находится сливочное масло ароматика сейчас ребят стоит такая что можно потерять сознание посмотри какая какая красота что по прожарочке господа знатоки топчик сверху в этот раз посолим сверху соль перец чеснок эта специя должна быть в каждом доме ммм высокая просто кухня сейчас опять скажут что мы чавкаем микрофон у тебя микрофон у меня нет слов пушково просто и чесночок давай съедим жареный блин не вкус уже вкусно не то слово слушай сливочное масло оно дополняет говяжьим вкусом стейк розмарин и тимьян дает легкие нотки такого шлейф запаха а чесночок чесночок просто вкусно топчик ждем тамагавк у тамагавка сейчас 91 градус фаренгейта для примерно 35 градусов цельсия наша целевая температура 113 градусов фаренгейт почему говорю фаренгейтах потому что чтобы поменять на этом чудном устройстве цельсии надо совершить подвиг ну да надо подключиться обновиться и так далее и тому подобное некогда сейчас этим заниматься тамагавочек наш практически достиг целевой температуры 113 по фаренгейту ну к сожалению мы еще не перевели в цельсии здесь у нас готовый гриль обрати внимание решетка белого цвета значит что она очень сильно накалилась поэтому мы ее сейчас возьмем просто и повернем по кругу чтобы стейк не спалить внутри у нас уже 45 градусов стейк никак не жареный он просто лежал подходил и теперь мы его с двух сторон быстро быстро обжарим под закрытой крышечкой как обычно примерно по полторы минутки с каждой стороны возможно это последняя съемка в этом году без снега а может и нет а ой 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 чтобы огня не было закрываем поддув верхний буквально 10-15 секунд кислород внутри под крышкой весь выгорит открываем обратно поддув идет дым значит огня там нету это вот вам лайфхак вот видишь как только открываю крышку начинает гореть крышечку закрываем поддувчик закрываем это уже последний переворот был и полторы минутки и готово слушай мой любимый стейк стрип лоя но в тройку моих любимых входит тамагавк тамагавк стрип и денвер прям топчик все прайм категории все максимально мраморное жизнь слишком коротка чтобы есть невкусное мясо а уже когда ты много прям стейков поел то уже тогда начинаешь делать шашлык просто из стриплоина и все по кайфу рецепт кстати можно будет посмотреть вот здесь по ссылочке шашлык из стриплоина мега вкусная вещь я сейчас на мастер-классах на идеальном стейке когда у меня хорошее настроение свою порцию превращаю в шашлык даю людям попробовать они говорят что гораздо вкуснее чем стейк смотри какой красивый оп 47 48 49 ну все то что доктор прописал на самом деле поскольку это рыбаюшка рыбаюшка жирный ну рыбай на кости все же понимаете он жирный и в принципе ему можно до 55 смело потому что он станет он сочность от этого не убавится потому что стейк невероятно жирный ну я думаю что все давай снимем его такая вот история ай капает капает томогавочку желательно бы отдохнуть подольше потому что кусок большой надо чтобы все соки распределились равномерно но поскольку мы на улице на улице уже зябко я уже даже курточку одел начинал по моему видос я без курточки но уже с курточкой поэтому сейчас мы его будем резать пахнет бомба специи потом ну что господа давайте резать самое вкусное в томогавке это две вещи это спиналис дорси мышца которая идет вот с этой стороны и то мясо которое на самой косточке находится поэтому я как предлагаю сделать я предлагаю вот так отрезать кусочек спиналис дорси посмотри какой цвет это мы сейчас не в кости вот это вот часть мяса немножко специй насыпем вот здесь это спиналис дорси самое вкусное что есть в томогавке пробы разрез шедевральный помогав невкусным не бывает вот это вот это спиналис дорси тут совершенно другие волокна а этот давай просто порежем вот вот собственно такой топ моих стейков когда я когда я хочу есть стейк беру либо стриплоин либо тамогав либо дендер как приготовить его как приготовить его это уже ребят на ваш вкус хотите делать его обратной прожарки хотите делать его на сковородке хотите делать и просто в гриле по-всякому вкусно потому что все фломастеры на вкус и цвет разные подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до новых встреч до новых встреч